Мама, 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 тихо перышко скриплю, посмотри скорее, мама, вот как я тебя люблю. Стихи, песни и танцы, все как полагается на детском празднике. Ко дню защиты детей ребята из Орловского детского дома готовились основательно. Центр временного пребывания детей Нурмейса находится в Кеминском районе, а потому гостей здесь встречают нечасто. К каждому посетителю дети относятся с особенным чувством благодарности. Я часто бываю на разных концертах, и сегодня я когда увидела, как вы танцуете, вы намного лучше танцуете, чем те дети, которые учатся в детальной школе. Поздравить малышей с их законным праздником съехались представители самого различного бизнеса. К помощи ребятам призвала компания «Выбор года». Неравнодушных к судьбе маленьких кыргызстанцев оказалось много. Это компания «Нуменсервис», салон-магазин «Мир Кафеля», компания «Аюкуру-Луш», компания «Формак», «Сладости Востока» дали свои торты, «Аброй» дали колбасу, компания «Кирби» предоставили чипсы «Пир», «Каф-энд-Кеф», «Осо-Тридас» – они представители компании «Рошен» в Кыргызстане. Также компания «Кыргыз-Каньягы» и благодарность также коллективу филиала компании «Алина Трейд», они очень помогли деньгами. С миру по нитке и у детей самый настоящий детский праздник. Воспитанники детдомов, по мнению гостей, не должны чувствовать себя ущемленными в чем-то или отличными от детей, проживающих в семьях. Они такие же граждане республики, имеющие права, о которых общество не должно забывать. Если мы сегодня о них не позаботимся, это наши будущие граждане Кыргызстана, будущий лекторат, это будущее, которое нас будет кормить. Поэтому от всего бизнеса, мы сегодня объединили более 1500 бизнесменов в Кыргызстане, и мы будем все больше и больше расширять это бизнес-сообщество. Активно будем участвовать по всей республике. Всем детским домам будем равномерно распределять необходимые, все, что нужно для детей. Мы давно уже знакомы, но первый раз приехали к вам. Хорошо у вас здесь, все, в принципе, наверное, благополучно проходит, с нашими силами, наверное, тоже. Вот. Ну что, будем наращивать, только наращивать обороты, помогать вам, что в наших силах, конечно. Вам здоровья, счастья, удачи, и чтобы детки не болели. Более полутора тысяч бизнесменов готовы откликнуться на призыв о помощи детям, говорят меценаты. Самое важное – быть ребенку-другом, который всегда придет на помощь в трудную минуту и согреет своим теплом. Хотелось бы, конечно, чтобы наши детки были с родителями. И вот на сегодняшний день хорошо, что есть такие люди, как Гульнара, его коллектив, что могут позволить заменить тех родителей. Ну, думаю, что вот откликиваются постоянно люди с добрым сердцем. Есть у нас, и я думаю, будущее Кыргызстана зависит от этих людей. Внимание! Для воспитанников детских домов самый ценный подарок от взрослых. Обделенные родительским теплом и лаской дети на добрый жест со стороны уже взрослых граждан отвечают еще большим признанием. Делятся частичками своей молодой, но огромной души. Спасибо! Спасибо!